Вчера в городе прошли выборы, это большое мероприятие с песнями, с танцами, с пирожками, нет, не с рыбой. Так вот, как это было, кто что выкладывал в социальные сети, узнаем из рубрики соцобзор. Итак, друзья, в рубрике соцобзор все то, что собрало максимальное количество лайков в кировском сегменте интернета за выходные. Поехали! Конечно, традиционно одной из самых обсуждаемых тем был ремонт кировских дорог. Напомню, что на прошлой неделе всех кировчан покорили сотрудники гордор-мозстроя, которые в дождь забрасывали в лужу асфальт, имитируя таким образом ремонт дороги. После этого гордор-мозстрой оштрафовали. Как думаете, остановил штраф дорожников? А-а. Итак, съемки этих выходных. На видео пересечения улицы Комсомольской и Октябрьского проспекта. Асфальт и сырость. Похоже, в этом кроется долговечность дорожного полотна. Ну и, конечно, каждый автомобилист знает, что происходит после такого ямочного ремонта. А некоторые даже снимают последствия такого ямочного ремонта на улице Воровского напротив автосалона. Здесь вечером в воскресенье, буквально за один час, пострадало аж четыре машины. А ямы со временем будут становиться все больше, лужи все глубже и автомобили начнут тонуть. Все, кроме вот этого сообразительного жигуленка. От дорог перейдем к голосованию на выборах. И логическим мостиком нам послужит вот этот испорченный бюллетень. Кировчанин, вместо того, чтобы проголосовать, оставил на бюллетене послание будущим депутатам. А вообще, самой большой проблемой на выборах для кировчан было отсутствие нужного им кандидата. И они его не ленились и вписывали. Кто-то голосовал за традиционного Чака Норриса, кому-то не хватило Сережи Лазарева в депутатах. Но нам показали самыми милыми два следующих кандидата. Я б, Затолю, галочку-то поставил. И о погоде. Давно хотел сказать эту фразу. Так вот, в Кирове продолжается типичное для нашего города бабье лето. Это был соц.обзор. Все то, что достойно лайка и репоста.